конструктор страниц на joomla sppachbuilder обновился до версии 3.7.5 с обновлением до joomla 4 та joomla которая на момент записи видео еще пока у нас бета-версия давненько от меня не было обзоров об обновлениях этого интересного конструктора за которым я слежу sppachbuilder а все потому что в новых обновлениях sppachbuilder на мой взгляд не было ничего такого интересного вроде обновляются но что-то все по мелочи не дотягивала до видео обзора в этом обновлении сегодня тоже я не вижу каких-то прям супер глобальных интересных изменений но все же обновление есть самое главное это совместимость джумал 4 я понимаю что это рано еще потому что джумал 4 неизвестно вообще когда выйдет еще я думаю не скоро но хорошо что разработчики расширений идут джумал 4 то есть когда мы увидим стабильную версию джумал 4 наши любимые расширения для джумала будут готовы к тому чтобы установить их на джумал 4 то есть не будет такого что джумал 4 вышла и нам еще нужно ждать когда наше расширение обновятся до джумал 4 эта тенденция мне нравится давайте подробнее разберемся в этом обновлении нет времени разобраться в тонкостях сайта строения звони прямо сейчас телефон кстати вот здесь вот сейчас будет и звонить кстати можешь бесплатно через приложение вайбер или ватсап создадим тебе супер сайт а я возвращаюсь к теме урока поехали и так открыт у меня демо сайт джумал 3922 здесь глобальные у них изменения вносится в конфигурации базы данных поэтому они настоятельно рекомендуют сделать резервную копию базы данных если у вас рабочий сайт у меня сайт демо поэтому резервную копию я не делал в этом видео кстати посмотрим установится ли вообще sp patch builder новой версии на бета-версию джума движок джума 4 то не видел не знает не так давно у меня была серия уроков по джума 4 бета-версии кому интересно можете вот перейти на мой сайт посмотреть джума у меня 4 установлена как раз таки будет интересно я сам еще не смотрел не знаю установится ли sp patch builder на джума 4 или нет смотрите устанавливается как обычно но я устанавливаю это пакетом то есть загрузить файл пакета просто перетаскиваю в эту область новое обновление компонента sp patch builder далее я перехожу сюда вот здесь у вас будет естественно английском языке так как русификация обычно выходит позже вот здесь на эту кнопку надо нажать чтобы обновить нашу базу и кстати обратите внимание уже видите стиль дизайн уже джума 4 здесь проглядывает вот серию уроков у меня было продумать 4 вот стиль темный синий крупные значки то есть они не просто обновили структурно именно в плане кода совместимость джурс джума 4 а по дизайну обратите внимание это уже джума 4 то есть компонент будет выглядеть как будто это родное расширение самой джума 4 серии ну давайте вместе с вами сейчас попробуем вот нажимая upgrade база данных находит у меня некие моменты нам говорят лишь что нам нужно только нажать вот на эту кнопку нажимаю в 10 процесс все таблица галочкой зеленый в моем случае хорошо все сработало никаких проблем я не вижу иначе бы здесь ошибки были подсвечены я думаю в этом обновлении перейдем об аута нас ну изменили страницу или добавили я уже сейчас не помню вот эта новая страница в обновлении то есть где мы можем быстро создать новую страницу документация поддержка комьюнити саппорт тоже поддержка вот так вот выглядит страница версии 375 sp page builder на сайте разработчиков и сами можете прочитать блок вот мы с вами видим что у нас есть новое самое главное я считаю совместимость джума 4 новая сценарий обслуживания базы данных новое обновление интерфейса администратора вот то что я вам говорил уже как джума 4 выглядит интерфейс новая опция ширины контейнера новый параметр промежутка между столбцами новая экспорт импорт страницы облегченная версия сейчас посмотрим оптимизирована производительность визуального редактора да то есть должно пошустрее работать обновление визуальный редактор обновление более быстрая активация и деактивация интеграции исправлено все известные ошибки новый сценарий обслуживания базы данных на этой вкладке видим базы данных обновлена я заметил если мы перейдем на страницу то есть смотрите я нахожу на страницах у меня есть две страницы я создал ранее главные отзывы просмотр это как предпросмотр редактор на сайте перейти в визуальный редактор для создания или редактировать данной страницы если я кликну именно на название самой страницы это тоже как бы редактор но только так сказать изнутри я не вижу как выглядит сайт но иногда в таком режиме удобней редактировать страницу или создавать ее что здесь заметил вот эти кнопки удобно сделаны разметку open graph заполнять ее здесь для facebook удобно сделано до пользовательские css если добавить нужно публикация настройки публикации она опубликована не опубликована язык доступ и соответственно права если надо какие-то права на страницу установить удобно здесь это сделано давайте зайдем в приятные редакторы так скажем редактор на сайте то есть как он выглядит важный момент кстати какие-то ошибки или какой-то кривой дизайн вы обновились зашли редактировать страницу видите что-то какое-то что-то не так обязательно кэш сайта надо почистить то есть прямо находясь на этой странице можно горячими клавишами это сделать чтобы это было быстро я нажимаю control плюс f5 таким образом страница обновляется и чистится кэш сайта теперь если я посмотрю на строку и нажму на эту кнопку мы видим привычный выбор соотношение колонок как это было раньше то есть изначально вы видели криво как-то все смотрелось просто нужно было почистить кэш так я выберу три колонки для примера новая возможность строки то есть если я захожу вот сюда параметр строки добавлена возможность промежутка между ячейками колонками и ширина контейнера то есть я не знаю просто не помню уже была ли эта опция она этой или нет в ихнем блоге непонятно если я вот сюда захожу у нас настройки здесь вот смотрите я вот этот ползунок двигаю видите вот эти колоночки внутренние они меняют ширину если это она есть просто не помню уже честно говоря давно не работал с этим конструктором вроде она это она есть вот так вот это выглядит у нас без получается расстояние между ними то есть сюда в эти колонки же вы можете загрузить например там картинки еще что-то текст они будут по идее прижаты друг другу то есть можно это просто посмотреть кликнув по плюсику выбрать изображение для примера да давайте сделаем дубликат так скажем для наглядности а по идее должна переноситься тут что-то у меня не переносится возможно какая-то ошибка ладно давайте тогда вот так вот сделаем а по идее раньше дубликат работал сейчас не знаю в чем делал вот три картинки они у нас с вами прижаты вот получается расстояние между ними очень легко управляется также есть удалить разрыв но это уже был у нас ранее сделать резиновые строки да то есть получается это будет растянуто у нас во весь каркас больше никаких интересных обновлений в этой версии spp builder нету но в заключении этого видео посмотрим установится без ошибок новый spp builder на джума 4 версии на бета джума 4 итак я перехожу в админку сайта джума 4 бета пятой версии напоминаю что если вы делаете рабочий сайт пока нельзя делать рабочий сайт на этой версии иначе вы можете столкнуться с кучей проблем ошибок вплоть до того что сайт перестанет работать то есть этот сайт адекватно работать не может на джума 4 мы пока можем просто смотреть что-то пробовать здесь но так как поддержка заявлена от разработчиков что spp builder совместима уже с джума 4 давайте проверим хотя бы установку установится ли просто из любопытства панели управления перехожу система блок видим установка называется нажимаю расширение ровно также как я загружал расширение spp builder новой версии на джума 3 серий ровно также я это делаю здесь загрузить файл пакета пробую архив перетащить в область установки и сейчас по идее барабанная дробь в данный момент видим что разработчик не солгал и у него все получилось потому что здесь бы посыпались ошибки подсвечены красным цветом у нас написано что установка компонента завершена зеленой галочкой теперь мы можем перейти компоненты видим здесь ветка появилась spp builder попробуем сюда перейти давайте хотя бы одну страницу создадим пустую дабы просто проверить заголовок пускай будет главное кнопки видим 1 new row создать строку пускай будет такая строка вы видите это ребята это уже все это джума 4 на четвертой версии джума я уже конструирую что-то видим всякие аддоны даже будет так давайте сделаем через визуальный редактор сохранить закрыть видим страницу давайте прямо через редактор проверим тоже по будут ли ошибки или нет так давайте сделаем так видим у нас есть какая-то ошибка некой давайте привяжем страницу это важный момент здесь я вернусь назад перейду меню здесь передумай меню видим главная страница у меня есть здесь ее необходимо привязать здесь я выбираю spp builder page эта страница и здесь выбор только что созданной страницы который в spp builder я создал сохранить закрыть все здесь видим что привязано переходим компоненты spp builder перехожу по кнопке редактировать фронтальной части сайта и у меня ошибка и так на этом этапе что здесь я наблюдаю что ошибка есть во время редактирования вот визуально ошибка реально есть ну понятное дело что нам следовало ожидать что джума сырая и возможно правки самого компонента здесь потребуется но вот что получилось посмотреть что анимация работает с одним из виджетов spp builder например вот это то что вы видите следующий момент шаблон внешний вид то что сейчас мы видим этот джумалский шаблон джумал 4 родной шаблон конечно наверное не подойдет может быть нужно будет стать helix какой-нибудь 3 или еще что-то но пока данный шаблон по моему не поддерживает джумал 4 но вот на этом этапе мы видим что секция может быть построена анимацию видим видим работает то есть как это я сделал я находясь здесь кликнул именно по странице то есть режим редактирования создания страницы режим создания страницы именно через этот вид я просто здесь добавил анимированный аддон есть вот такой вот зашел настроил добавил свой текст школа федора васильева тут анимация и это у меня заработал ну еще можно попробовать зайти настройки самой секции стиль например я сделаю паддинг это внутренний отступ пускай снизу будет 500 пикселей и background пускай будет цвет просто посмотрим будет ли это все у нас работать apple нажимаем сохранить обновлюсь так цвет применился отступ применился это работает у нас сейчас кстати не забудьте если вы будете тестировать компонент на джумал 4 не забудьте перейти в languages есть же у нас русский язык и он у нас не установлен вот здесь нажимаем install это русификация именно компонента sp patch builder видим что сейчас установлен вернусь страницы что еще можно сделать например перейти в стиле включить вот эту опцию сейчас кто не знает посмотрите что это такое назначить цвет расстояние apple применить и сохранить и получается у нас видите снизу такие волны сверху тоже добавил то есть построение страницы в принципе работает какие-то моменты возможно здесь еще не работают например по ширине всего браузера не получилось у меня растянуть возможно связано с шаблоном который родной шаблон джумал 4 возможно есть ошибки мы видели их с вами можно поэкспериментировать попробовать но реальный сайт строить здесь конечно пока рано